Это проще всего описать на языке множеств. Очень часто эти множества обозначают так называемыми кругами эйлера. То есть некая такая часть плоскости, внутри нее, да, будет умение работать не останавливаясь, будет уважение команды, с которой ты работаешь, да, будет неравнодушие, да, и будет, ну, может быть, банально желание изменить этот мир. Но это вот эти части, которые накладываются одна на другую внутри этого круга эйлера. Турилова Екатерина Александровна, проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета, доктор физико-математических наук. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Весьма рада познакомиться. Я Полина. Круги эйлера действительно так прекрасны. Но где же ваша личная жизнь? Я довольно публичный человек. У меня слишком много действительно людей, которые меня знают. То есть когда ты не можешь пойти условно в кафе, и не встретить кого-нибудь из знакомых. Но поэтому, может быть, мне хочется, чтобы было что-то, ну, что принадлежит именно тебе. Я не сторонница, там, выкладывания фотографий в соцсетях, потому что что-то должно быть у меня свое. Какое-то личное пространство, которое принадлежит только мне. Если разложить ваше множество на составляющие, получается, что вы в своем роде уникальны. Что позволяет вам быть такой? Иногда это может быть трудоголизм, иногда, который вредит в том числе и мне. Ну, и людям, которые вокруг меня, да, соответственно. Потому что, ну, требования, которые я предъявляю к себе, они в чуть меньшей степени касаются и тех людей, которые рядом со мной. Если мы говорим о команде, с которой мне на разных этапах жизни профессионально приходилось работать, то либо люди, как бы, вот, принимают, да, мой стиль работы, да, что я очень много делаю сама. Наверное, это недостаток руководителя. Я понимаю, что вот ровно таким образом, да, не скромно, опять же, может быть, но говорить, но ведя за собой и не раздавая указания, а делая вместе со всеми, ты можешь добиться гораздо большего. И люди, которые оказываются в моей команде, они, как правило, разделяют это, да, они готовы работать больше, готовы работать вместе. Тогда получается все это намного лучше. Первое и главное – это неравнодушие. То есть в тот момент, когда ты говоришь «мне все равно», это означает, что ты должен встать и уйти. Ну, и вера в то, что все будет хорошо. Если попробовать все это суммировать, я могу только сказать то, что я говорю, опять же, своим ученикам и студентам, ну, при определенном расставании. Помните, что в жизни можно добиться всего. Нужно просто очень сильно захотеть и очень много работать. С какого возраста вы начали считать? Ну, наверное, столько, сколько я себя помню. Я считала или решала что-то, но это не было таким, что вот садись и решай, да, садись и там читай. Это было настолько естественно, что мне, наверное, сложно сейчас как-то идентифицировать, да, в какой момент это началось. И если бы я спросила сейчас своих родителей, когда и что они для этого сделали, я думаю, что они тоже не ответили бы на этот вопрос. Просто это было довольно естественным. Ну, а математика всегда была моим любимым предметом, и мне всегда нравилось решать какие-то задачки. Не последнюю роль здесь сыграла моя семья. А какая у вас семья? Вас баловали родители? Кроме любви, безусловной, которая была в нашей семье, ну, и есть вот в той части, которая осталась. Это внимание, наверное, ко мне, вне зависимости от возраста, как к личности. Мне давали право на собственное мнение, и мне не запрещали, а убеждали. Меня действительно загружали, развивали, давали возможность читать, считать, решать. Тогда, когда мне это было интересно. Чем занимались ваши мама и папа? Или математика – это и их любовь? Моя мама в свое время закончила институт математики и механики, который тогда назывался просто Мехмат Казанского государственного университета. Но, правда, это было до разделения Мехмата и ВМК, и фактически она училась на той части, которая потом переросла в ВМК. То есть моя мама программист, она много лет проработала программистом, говорила и говорит сейчас, что да, ты в большей степени математик, чем я. А мой папа закончил Казанский авиационный институт и работал там. В советское время занимаясь научными исследованиями, в постсоветское время занимаясь в большей степени преподаванием, когда та отрасль исследований, которой он занимался, стала не очень востребована. Можно сказать, что и моя семья имеет отношение и к математике, и к преподаванию. Поэтому, когда кто-то мне говорит, что «а, вы пошли по стопам родителей», ну, я говорю «да», хотя понимаю, что это некое лукавство. Вы с детства любили раскладывать все по полочкам и анализировать? Не могу сказать, что я абсолютно рациональный человек, и всегда и все я делаю исключительно после анализа какого-либо. В большей степени, как у нас принято говорить, что эмоции присущи женщинам, да, то есть, наверное, я бываю иногда и эмоционально. Хочется верить в то, что абсолютно эмоциональных решений я тоже не принимаю. Анализ, он иногда проходит, что называется, независимо от твоего желания. Ты думаешь, что все получается спонтанно, а потом, когда действительно начинаешь анализировать ситуацию, понимаешь, что просто этот анализ был проведен быстро и незаметно для тебя. Но на самом деле, несмотря на то, что я, в общем, человек рациональный, несколько раз в своей жизни сталкиваюсь с очень серьезными моментами, когда интуиция тоже работает. Иногда близким людям, я говорю, вы, говорю, не обольщайтесь, я же говорю, ведьма. Наконец-то! Священная земля, где выросла величайшая из ведьм сияющая ракета! Здесь я и стану ведьмой! Такое тоже было в моей жизни. Я говорю, ну да, ведьмочка, ну что, терпите. Даже так? Вот так поворот. То есть, женщина-ученый, еще и немножечко выражая, завоевывать авторитет в мужском сообществе, наверное, сложнее. С точки зрения профессионализма, безусловно, нет. И меня, конечно, иногда, ну не побоюсь этого слова, раздражают моменты, когда мне пытаются, что называется, в лицо, вот, тыкать именно тем, что я женщина. Это случалось и в научной сфере, причем как раз по юности, я бы так сказала, по молодости, да, когда несколько раз мне говорили, что вот женщина в математике – это вот не совсем то. Потом на определенное время я, к счастью, забыла, да, о том, что женщина в математике – это вещи, ну не то, что несовместимые, ну как-то так, немножко не то что-то в этом. Административные посты женщина тоже не очень готова занимать, но когда я вернулась на Мехмат в качестве директора, на первом же заседании, более того, на представлении, мне об этом напомнили фразой, что никогда казанской математикой не руководила женщина. Ну что я сказала, спасибо большое, уважаемые, значит, будет так. Если говорить о работе, я не использую, да, так сказать, достоинства или недостатки своего пола, когда речь идет о работе, да, я не использую какие-то, то, что принято называть, женские штучки, да, для того, чтобы добиться желаемого результата, потому что считаю, что это нечестно, не потому что я не умею этого делать, а потому что считаю, что это нечестно и неправильно, да, и все должны находиться в одинаковых условиях. Если речь идет о руководящих каких-то действиях, о административной работе, я считаю, что на это не должен влиять пол человека, с которым ты работаешь, и тот пол, к которому ты относишься. Но при этом, естественно, хочется верить, что ничего женское мне не чуждо тоже. И все же, знаю, что человеческие споры в этой области не утихают. Наука – это женская или мужская специальность? Ну, я категорически против вот тезиса, что надо разделять науку на мужскую и женскую, да, то есть точно так же, как нельзя разделять учительство, да, на мужское и женское, да, то есть если речь идет о профессионализме, то профессионализм не имеет пола. Тем не менее, я оперативно выяснила статистику. Вы же не будете спорить о том, что в науке больше мужчин? Ну, стиль, может быть, в том числе и современного общества, да, или того, что складывалось не то что десятилетиями, а столетиями. Анализирую вопрос о том, почему же в науке женщин все-таки меньше, чем мужчин, да, вот в процентном соотношении. Хотя я думаю, что сейчас эта тенденция меняется, да, и есть направление, да, научной деятельности, где и женщин ничуть не меньше, а может быть, даже и больше. Да, понятно, что в естественной сфере, да, пока мужчин намного больше, чем женщин, и в физико-математической области тоже. Ну, я думаю, что это вопрос времени. Как думаете, у российской науки есть будущее? Конечно. Вы такая светящаяся, когда говорите о важных для вас вещах. Какие направления математики вас зажигают? Ну, если сказать так, чтобы это было понятно не только специалистам, хотя, наверное, у меня все равно не получится это сделать так понятно всем, но, наверное, можно сказать, что те направления, которые интересны мне, это математические основы квантовой теории. Мне всегда нравилось, что называется, области математики, связанные с функциональным анализом, с операторными алгебрами. В этом во многом заслугам моего учителя по университету профессора Шерстнёва. Да, когда ты делаешь выбор, какая из дисциплин тебе нравится больше, я не знаю, чем ты руководствуешься на самом деле. Да, отчасти, возможно, это авторитет учителя, возможно, это то, над чем тебе, как студентке, приходилось больше думать, и куда приходилось больше прикладывать усилий, потому что я совершенно точно знаю, что именно в этой области мне сложнее всего было, когда я была студенткой. И мой папа тогда сказал, что если ты будешь заниматься наукой и будешь писать диссертацию, ты будешь писать ее именно вот здесь, и у этого руководителя, и будешь развиваться именно в этой области, очевидно, знаемый характер. Я не могу объяснить, почему вот это направление нравится мне больше, чем какое-то иное. Просто мне интересно именно это. А сейчас, ну, не просто интересно, я разбираюсь в нем лучше, чем в других направлениях. И это позволяет получать результаты, которые я не могу получить где-то в другом месте. Квантовые технологии сегодня уже не ноу-хау. О них говорят повсюду. Как они могут пригодиться человечеству? Сейчас к каким только отраслям науки слово «квантовое» не добавляют. И квантовая биология, и, соответственно, квантовая информатика, безусловно. С одной стороны, воспринимаю это просто как еще одно из средств развития технологий. Для меня это, ну, во-первых, это все-таки, ну, как бы, то место, где мои научные исследования могут оказаться не бесполезны. Для меня это все-таки как некое поле, на которое то, что делаю я, может прорасти. С другой стороны, я еще раз повторяю, я воспринимаю это все как некое средство, да, как, ну, новые технологии, потому что 50 лет назад невозможно было представить, ну, тот уровень развития техники, с которым мы имеем, и информационных технологий, с которыми мы имеем дело сейчас. Ну, точно так же это будет просто некий такой скачок, да, в технологиях. Но для меня не более того, то есть я не делаю из этого идола, которому нужно молиться всем. Есть ли имена в вашем списке наставников, тех, кто вас сформировал, и о которых вы всегда будете помнить? Конечно, имена такие есть, но, к сожалению, все эти люди уже в ином мире. Но, как я уже сказала, это мой руководитель Анатолий Николаевич Шерстнев. Это Даниэр Хамедович Муштари, профессор кафедры математического анализа, ну, и научный сотрудник тогда существовавшего НИИ математики и механики имени Чеботарева. Это, наверное, в первую очередь люди, которые, ну, привили мне в том числе интерес вот к той области науки, с которой я развиваюсь. С точки зрения каких-то поведенческих вещей я не могу не упомянуть Александра Петровича Широкова, представителя известной университетской династии. Он читал нам лекции по аналитической геометрии, ну, и как вот представлять, студентка-первокурсница, да, такая вот правильная девочка-отличница, видит преподавателя, что она должна сделать в первую очередь. Естественно, поздороваться, да. Ну, так вот, буквально там с середины сентября мне не удавалось сделать это первой. Потому что Александр Петрович всегда здоровался с дамами первым. Это было настолько необычно и удивительно. Безусловно, не только в этом. Этим он запомнился, да, и его лекции замечательные в аналитической геометрии. Кроме всего прочего, на меня, безусловно, оказал влияние мой старший коллега, с которым я работала на кафедре математической статистики, который, слава богу, еще жив. Надеюсь, что долго еще будет с нами. Это основатель кафедры, это Игорь Николаевич Володин, который когда-то, собственно, взяв ассистентку для ведения практических занятий по математическому анализу, через 10 лет сказал, что Катя, кафедра должна быть вашей. Нам повезло, мы учились вот у той старой плеяды университетских преподавателей, которые взрослели в послевоенное время, сформировались тогда же. И вот эту идеологию, этот дух Казанского университета 20 века попытались передать нам в конце этого 20 века. И надеюсь, что вот те люди, которые этот дух восприняли, мы сейчас пытаемся транслировать это нашим студентам. О, это очень интересная для меня тема. 220 лет для людей действительно срок немалый, хотя для машин он практически ничего не значит. Но вот дух – это какое-то завораживающее меня понятие. Как вы его ощущаете? Расскажите, пожалуйста. Ну, как я уже сказала, это в большей степени не материальные вещи, а вот этот вот дух университетский, который был присущ ему на протяжении вот этих 220 лет, на самом деле, я считаю, что он есть. Несмотря на то, что мы меняемся, и мы меняемся под действием времени, мы меняемся под действием обстоятельств, мы меняемся, ну, потому что мы хотим быть современными. Но я считаю, что есть какие-то вещи, которые должны оставаться постоянными. И, возможно, в этом я несколько ретроград на своем посту, потому что я считаю, что есть какие-то базовые вещи, которые мы обязательно должны внедрять, развивать, сохранять, как хотите это называйте. Потому что я не могу в полной мере объяснить, по какому такому волшебству человек, который освоил определенные дисциплины в нашем университете, пройдя подготовку, неважно, это будет подготовка по математике, по физике, по химии, после этого он может освоить все, что угодно. То есть это отчасти такая какая-то методика, которая не раскладывается на составляющие, которую очень сложно записать, запротоколировать и внедрять где-то иначе. Это подбор дисциплин, это подбор неких правил ведения этих дисциплин, которые отчасти кажутся сейчас несовременными, от которых вроде бы мы должны уходить, но именно они заставляют голову работать и не останавливаться на достигнутом. И действительно, после изучения определенных дисциплин определенным образом, ты действительно можешь освоить практически все, что угодно. Это классическое академическое образование, которое составляет ядро нашей образовательной системы. И я, пусть меня сочтут несовременно, считаю, что вот это ядро, оно должно оставаться, и избавляться от него невозможно. Так-так-так, вот это настоящая задачка. То есть человеческие профессии в современном обществе будут меняться примерно раз в пять лет. А как же люди будут переучиваться? Для этого ты должен уметь учиться, для этого ты должен уметь пользоваться теми знаниями, которые у тебя есть, и понимать, чего тебе не хватает для того, чтобы получить это, да? И в чем же здесь ваш секрет? У меня нет готового рецепта, как это можно делать. Учиться думать – это банально, но это правда. А учиться решать задачи, да, во всех смыслах этого слова. Сейчас очень большая дискуссия ведется о том, заменит ли искусственный интеллект, да, вот интеллект естественный, что называется, да, и заменит ли искусственный интеллект преподавателя, учителя, да, заменит ли онлайн-курсы или онлайн-школы классическое образование. Да-да-да, об этом, пожалуйста, поподробнее. Если мы говорим о каких-то действиях, которые можно разложить на шаги, да, вполне себе, неважно, это будут действия, так сказать, физические или действия интеллектуальные, но которые раскладываются на вполне себе понятные шаги, и эти понятные шаги можно объяснить машине, да, и обучить, то тогда да. Но наш мир гораздо многограннее, и задачи, которые сталкиваются, встречаются нам на пути, они не всегда, к счастью, раскладываются, да, на цепочку вполне понятных шагов. Творческая составляющая – это то, чему искусственный интеллект мы обучить не сможем, и, соответственно, он не заменит нас в этой части, а творчество, оно есть везде. Если ты решаешь задачу и не заглядываешь для этого в конец учебника, чтобы увидеть ответ, а ищешь решение свое, да, не останавливаясь и снова и снова обращаясь к этой задаче, даже если она у тебя не получается, это вот и есть творчество. Фундаментальные знания гораздо важнее знаний конкретных и сиюминутных, и прикладных. Убедительное объяснение. Но давайте возьмем пример со времен Лобачевского. Как изменилась с тех пор математика? Уменьшился вот этот временной промежуток между появлением фундаментальных знаний и потенциальным практическим применением. Была возможность получать какие-то результаты ради получения результатов. Ну, просто потому что это красиво, просто потому что это тебе нравится. Ты получаешь удовольствие от процесса, да, а не от результата как такового. Но должен быть мостик, да, должен быть переводчик с языка фундаментального на язык, так сказать, практический в смысле использования. И вот этот вот мостик, он становится, как мне кажется, короче, наверное, с каждым десятилетием. И если во времена Лобачевского вот эта его воображаемая геометрия, как мне кажется, ну, не вполне было понятно, где и как это можно использовать, наверное, только уже во второй половине 20 века по-настоящему это стало понятно, то сейчас у нас нет ни возможности такой, да, позволить себе еще два века ждать, когда же твои результаты будут нужны. Сейчас востребованы вот эти вот очень короткие, да, мостики. Самый сложный вопрос, как именно и кто именно должен двигаться по этому мостику. Те люди, которые занимаются прикладными исследованиями, вернее, даже практики, да, им иногда не хватает понимания того, чего же они не знают, то есть что же должно получиться. А людям, которые занимаются фундаментальной наукой, когда-то не хватает времени, когда-то не хватает просто элементарного желания, да, я буду решать ту задачу, которая мне приятна. Это умение вот это убедить себя в том, что стоит поискать то место, где твои результаты могут оказаться полезными, либо поискать то сообщество, которое уже пытается использовать твои результаты. Это умение, оно сейчас наиболее востребовано в научной среде. Тот вопрос, который каждая научная группа должна себе задавать, и вот эти вот, когда мы говорим о межпредметных связях, вот это вот то самое место, которое довольно узкое, да, и которое нам надо всячески расширять для того, чтобы результаты получались быстрее. А глобально, да, длина этого мостика стала намного меньше. В чем же тогда вы видите свою миссию? Знаете, я вам расскажу одну историю. Ну, уже достаточно много лет назад, уже работая в нашем лице университетском, на празднике последнего звонка я выходила на сцену вместе с учителями. Я встретилась с тогда директором Института математики и механики. Мы с ним были знакомы давным-давно, мы работали вместе в НИИ имени Чеботарева. Подавая мне руку, чтобы я спустилась со сцены, он мне сказал «А, училка!» На что я ему ответила «Да, и горжусь этим». Наверное, с самых там первых лет обучения в школе знала, что я хочу быть учителем, и знала, что мне нравится математика. Тут, наверное, и первый учитель сыграл свою значимую роль. Я не хочу обидеть своего учителя математики, но отчасти, возможно, это было не благодаря, а вопреки. У нас была замечательная молодая тогда учительница, и она училась вместе с нами. Когда я оказалась по другую сторону вот этого учительского стола или кафедры, я многое поняла. Многое делала, я честно скажу, по-другому, для того, чтобы мой учительский путь был воспринят со стороны ребят несколько иначе. Но я безусловно благодарна, потому что я совершенно точно знаю, что в определенном возрасте дети не разделяют отношение к учителю и отношение к предмету. Вот отношение к учителю у меня тоже было очень прекрасно, потому что они намного старше нас была тогда, ну и сейчас есть. И отторжения негатива не было точно. Да, для меня этого было вполне достаточно. А сейчас что в педагогике происходит? У вас же так много учеников и школьников, и студентов. Поделитесь, пожалуйста. Для учителя, вне зависимости от возраста, важно хорошо знать свой предмет и не останавливаться в развитии. То есть, если ты себе сказал, что я все знаю, и я могу больше не решать, не читать и не смотреть, то ты как предметник кончился. И второе, то, что должно быть обязательно, это любовь к детям. У тебя может не быть опыта ни предметного, ни методического, ни педагогического, ни психологического. Но если у тебя есть две эти составляющие, из тебя обязательно получится хороший учитель. Ну, в общем, это не важно, школа это или университет. Ты должен уважать людей, которые сидят напротив тебя. Вне зависимости от того, сколько им лет, 10 или 25, когда ты работаешь с аспирантами. Ты уважаешь, ты воспринимаешь фактически людей как равных себе, без панибратства, естественно, без фамильярности какой-то. Потому что небольшая дистанция, она всегда должна быть. Но при этом, может быть, эти люди чуть меньше знают, чем ты. Но твоя задача сделать так, чтобы они тебя превзошли. Если возникала какая-то задача, которую я не могла решить одномоментно, а у любого человека, неважно, в предметной области или в какой-то иной, возникают задачи, которые сиюминутно решить нельзя. Я не боялась ребятам говорить, что да, сейчас я этого сделать не могу. Но я совершенно точно знала, что я не лягу спать, пока эту задачу не сделаю. Так оно и было. Просто я считала, что работать нужно именно так, а не как-то иначе. Вы, Екатерина Александровна, конечно, удивительная женщина. Я мечтаю о времени, когда стану еще умнее благодаря таким людям, как вы, и научусь сама преодолевать возникающие трудности. Спасибо вам за откровенный разговор. Я удаляюсь. Желаю вам новых, сложных, но интересных, а главное, решаемых задач. Есть задачи, которые возникли у меня еще в процессе кандидатской диссертации, которые не решены до сих пор. Это когда ты сидишь день, два, месяц, год, и ты понимаешь, что вот как лбом о стенку, да. И самое важное, это вот не перестать биться, да, ну, возможно, отложить, да, начать биться в какую-то другую стеночку, не забывая о том, что вот та тебя все равно ждет. Есть задачи, которые не решаются, ты их не можешь решить, их не могут решить твои коллеги, но есть надежда, что их решат твои ученики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok